Здравствуйте! В эфире информационная программа «Новости 24» в студии Хадижа Курбанова и прямо сейчас о том, что ожидает вас сегодня в выпуске. Работали без лицензии. Более 200 таблеток психотропного вещества изъяли оперативники в одной из аптек Хасавюрта. 20 участков терека укрепили. На берегу проблемной реки проводят ремонтно-восстановительные работы. Черные береты в деле. День морской пехоты отметили в воинской части Каспийска. Подробности сегодня в выпуске. В Хасавюрте грузовик насмерть сбил школьника. ДТП произошло на пересечении улицы Кирова и федеральной автодороги Кавказ. Водитель грузовой машины «Вольво» не справился с управлением. В результате ребенок погиб на месте от полученных травм. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения. Рыба под обшивкой КамАЗа. Сотрудники ФСБ по Дагестану в Тарумовском районе задержали грузовой автомобиль. Ничего не подозревавший водитель уверенно открыл двери на первый взгляд пустого прицепа. Однако оперативники, похоже, свое дело знали. Замороженную рыбу нашли в скрытой полости фургона. Общий вес найденного осетра около 5 тонн. По факту собран материал проводятся следственные мероприятия. Более 200 таблеток психотропного вещества изъяли полицейские в одну из аптек Хасавюрта. Незаконная продажа лекарств, пользующихся популярностью у наркозависимых, была пресечена во время рейда. Хозяйка торговой точки не смогла предоставить разрешительную документацию. Брат, если вы здесь сегодня продаете лекарства, наверное, или на вас должен быть, или же договор должен быть между вами и братом. Нет лицензии на фармадеятельность есть? На фармацевтическую деятельность? Есть лицензии на фармацевтическую деятельность? Где есть? Это делается, ребята. В процессе это сразу же не делается, родные. Так скажите, когда вас спрашивают, есть? В процессе они все есть. Оперативники проверили более 30 аптек, расположенных на рынке в Хасавюрте. Проверяли на соблюдение мер безопасности и на законность оборота лекарственных препаратов. Большая часть, как выяснилось, работала без лицензии на осуществление фармацевтической деятельности. По результатам мероприятий возбуждено уголовное дело. Владимир Путин отменил детские пособия в 50 рублей. Вместо этого государство обещает выплачивать до 10 тысяч. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Указ президента вступит в силу с 1 января 2020 года. Напомним, что в июне этого года Владимир Путин анонсировал повышение выплат в 200 раз на одного ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет. А получать эти детские пособия будут семьи, у которых доходы на одного взрослого составляют не более двух прожиточных минимумов. Махачкала признана одним из худших городов России по качеству жизни. Столица республики в очередной раз заняла одно из последних мест в списке городов России по качеству жизни. Исследования проводили аналитики финансового университета при правительстве России. Среди ключевых вопросов респондентам были качество медицинского обслуживания, состояние дорог, ЖКХ и работа муниципальных властей. Опрос показал, что местные жители недовольны практически всеми показателями, по которым оценивался город. На берегу дагестанского терека идут противопаводковые работы. Уже завершено укрепление 20 опасных участков, где проживают 20 тысяч человек. Зоны были выявлены в результате обследования водооградительных валов реки Терек и Гаруновского сбросного канала. По итогам обследования Министерства природных ресурсов и экологии Дагестана поручено провести ремонтно-восстановительные работы на указанных участках. 27 ноября – День морской пехоты. В этот день принято поздравлять мужчин в черных беретах. В Каспийске, в одной из воинских частей, прошел день открытых дверей. Морские пехотинцы принимали поздравления. Поздравил военнослужащих и мой коллега Камиль Девятов. Ему слово. Там, где мы, там победа. Таков девиз морских пехотинцев. На суше, в воде и даже в небе эти бойцы в черных беретах готовы выполнить любую боевую задачу. 24 часа в сутки даже в свой профессиональный праздник они находятся в постоянной боевой готовности. Подразделение морской пехоты Каспийской флотилии заняло первое место по вооруженным силам Российской Федерации по боевой подготовке. Это, наверное, самое многое он говорит. И в первую очередь о подготовке личного состава морской пехоты, полка морской пехоты. Праздничные мероприятия начались построение личного состава морской пехоты. Для гостей военнослужащие спецподразделения продемонстрировали навыки рукопашного боя. Черная смерть. Так прозвали морских пехотинцев в годы Великой Отечественной войны фашисты. Мужчины в тельняшках и черной форме наводили ужас на своих врагов. С такими лучше не вступать в конфликт. На поле боя морпехи обладают невероятной смелостью, выносливостью и владеют любыми видами оружия и рукопашного боя. Всем желающим была продемонстрирована боевая техника. Посидеть за рулем бронетранспортера, изучить стрелковое оружие в день открытых дверей – это разрешено. Это противотанковый управляемый комплекс, предназначенный для уничтожения боевой техники. Она весит полностью 26 килограммов ракета. Сама эта установка тоже так весит. Потом что? Боевой расчет – два человека. Калибр у него 152-й. В заключении экскурсии для всех гостей был организован обед – полевая кухня в столовой. Камиль Девятов, Мусас Алгиреев, телеканал ННТ, Каспийск. Российские каратисты выиграли домашний чемпионат мира. На прошедшем в Москве первенстве планеты по всестилевому карате хозяева выиграли более 20 наград высшей пробы. Один из триумфаторов в составе сборной страны махачкалинец Шамиль Магомедов уже вернулся на родину. Победа на чемпионате мира позволила ему выполнить норматив мастера спорта международного класса. На турнире Магомедов провел четыре боя. В финале он взял верх над известным в России тяжеловесом Константином Ерухиным. Готовился в своем родном зале, у Заябрагимова. Соперники были не слабые, пришлось выложиться, постараться. Не было такого проходных боев, не получилось. Не было, как сказать, пришлось выкладываться по полной. Данный чемпионат мира, который сейчас проходил в Москве, он первый официальный чемпионат мира. И 1500 участников было. Около 35 стран мира принимало участие. Какие планы? Будем готовиться на следующий чемпионат мира, который будет проходить в Кипре. А это были все новости к этому часу. Еще больше информации вы можете отслеживать в наших социальных сетях. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч!